И вот когда мы говорим о христианстве, то в первую очередь возникает вопрос о спасении. Что за спасение предлагает христианство? И не является ли оно, это спасение, чем-то уже давным-давно известным в истории? Вот сегодня мне хочется, прежде всего, поговорить об этом, показать, в чём особенность христианского понимания этого вопроса, и отсюда перейти к выяснению других очень немаловажных проблем, которые, только рассмотрев, мы можем с вами тогда по существу ответить на важнейший вопрос христианства, на центральный вопрос христианства, то есть самый главный, в чём вся суть, о чём, помните, мы с вами и говорили, да, это вопрос о жертве Христовой. Что же принёс Он? Что Он сделал? Поскольку совершенно очевидно, что те общие слова, которые мы произносим, избавили нас от греха, или, тем более, уже заученные фразы, которые особенно, так сказать, знают все те, кто учились на первом курсе, там, семинарии, или подготовителям, я точно с программой не знаком, когда произносят такие священные слова от греха, проклятия и смерти. Правда, немножечко так оно даже в дрожь бросает, но вопрос-то какого рода? Действительно, что Он сделал? Но чтобы, чтобы действительно попытаться понять этот, повторяю ещё раз, самый главный вопрос, который ставится к христианству не только людьми, людьми далёкими от христианства или людьми иных верований, но и любым христианинам! Ему также хочется знать, а что это значит. Итак, вот первый как раз вопрос, который предваряет раскрытие этого главнейшего, это вопрос о понимании спасения. В чём особенность христианского понимания? Скажу сначала так, что сама проблема спасения, она вечна в истории человечества. Правда, называют её по-разному, иногда прямо и так и называют, иногда другими словами, но всю историю человечества она стоит перед сознанием. Почему стоит? Ну, неужели непонятно? Уже Каин убивает Авеля. Дальше начинается тот, кто только почитает Библию, больше ничего даже не надо! Больше ничего! Достаточно вполне! Одни только войны, одни убийства, одни кровавые сцены, несправедливость! Боже ты мой! Чего нет? Народ на народ идёт, и все идут как? Под именем Бога! Кстати, имейте в виду, что во всех древних народах не просто так шёл один народ на другой, с войной, с завоеванием. Нет! От имени Бога! Всегда находились в этом народе соответствующие пророки, те, которые знают, ну, знают прямо или в кавычках, это уж сейчас не будем разбирать, но знают волю Бога или богов и объявляют, что мы должны идти вот туда-то, завоевать тот-то народ, уничтожить его и захватить его там земли, богатства, жилища и так далее. Так вот, вся история действительно наполнена кровью, несправедливостью и страданиями, и это факт! Причём самое, может быть, поразительное в этом плане, что это факт непрекращающийся! Он так и идёт! Любое столетие, любое, наверное, десятилетие, а если подойти так более скорпулёзно, то, наверное, и не прошло и года в истории человечества, чтобы в том или ином народе... Я говорю о народах, слышите, какой масштаб! А попробовать только сузить его до племени, до этнической группы, до семьи, до даже двух человек, которые вдруг соприкасаются, то действительно, наверное, не найдём ни одного момента в истории, где бы не было вот этой проблемы, какой, которая требует ответить на вопрос – как же спастись от этого? Как же избавиться от этого зла, от этих рек крови и насилия и несправедливости? Так что проблема – это первый пункт. Проблема – это вечная в истории! Вечная! Как же на неё отвечают? И вот здесь ответы, которые мы встречаем в истории, они, если хотите, составляют, можно сказать, почти или совсем, или почти, но сейчас не будем говорить об этом, самое сердцевину мировоззрения, того или иного мировоззрения – религиозного, нерелигиозного. Это сама сердцевина! Вот чем захвачено сознание человека и человечества! Кстати, неудивительно, что оно захвачено! Сама даже природа наша, чисто биологическая природа, и та требует защиты, спасения от всяких невзгод, даже природных, не говоря уже о человеческих! И всё-таки на всём фоне всех этих проблем самая-то главная проблема, правда, которая волнует больше мудрецов. В каком случае мудрецов? Просто умных людей! Глупых она нисколько почти не волнует! Кстати, самая важная проблема! Глупых почти не волнует! Или совсем не волнует! Умных очень волнует! И какая, думаете, проблема? Проблема смерти! Все умирают! Как же избавиться от этого?! Ну, ещё раз повторяю! Парадоксально! Ну, у человека есть немного ума, он об этом задумывается! Не задумывается – значит, никакого ума нет! Помните вы эту знаменитую фразу, мысль Исаака Сирина, которая говорит «Кого назову разумным? Только того, кто помнит, что есть предел этой его жизни!» Попытка решить и эту проблему никогда не прекращалась! Она всегда рассматривается и всегда, естественно, имеет какие-то свои решения! Итак, это вот, так сказать, то предисловие, которое показывает картину, перед которой мы стоим, с тем, чтобы могли с вами рассмотреть действительно этот вопрос о спасении. Какие же он имеет варианты в истории человечества? Собственно, вариантов этих не так много. Первый вариант – первый по времени, ибо, как вам известно, надеюсь, это достаточно хорошо известно, что человечество всегда было религиозным! Даже если вы попытаетесь оценить этот вопрос религиозности с точки зрения научных данных, тех научных данных, которые есть на настоящий момент, то вы, те, кто кончал, особенно вы-то уже не кончали, может быть, а хотя всё равно преподают, наверное, так же, всё равно, наверное, так же преподают, что религия возникла на определённом этапе человеческого существования. Оказывается... Это вопрос отдельный, я сейчас не буду его рассматривать. Оказывается, я вам скажу вывод, современная наука, слышите, не какие-то агитаторы, религиозные или антирелигиозные, говорит, что религия существует всё то время, с которого известно появление человека гомо-сапиенс, то есть нас. До религиозного состояния гомо-сапиенс, оказывается, не имел, неизвестно такого науке. Более того, если о чём и идут дискуссии, то только о том, какие-нибудь неандертальцы, были они людьми или нет, потому что есть очень большие подозрения, что если они были, то у них уже были формы религиозного культа. Я вам говорю о данных науке, слышите, а о каких-нибудь там не то, что там говорят Библии, он скажет, ну, Библия, наука, современная. Ну, кто интересуется, это можно отдельно посмотреть этот вопрос. Итак, поэтому, к чему я говорю? Итак, первое, значит, понимание спасения мы ищем где? В религиозном сознании. Что здесь мы видим в религиях разных периодов? Мы видим расслоение некое. Есть религии, или, по крайней мере, те верования. Религия – это уже, знаете, это же какое-то, ну, требует какого-то общества, какого-то, если хотите, писаного или очень устойчивого учения. Мы же знаем, что в древности мы не находим, может быть, ни того, ни другого. Если находим, то у отдельных лиц, у небольшой группы, может быть, и так. Так вот, одно из них, религиозное, говорит о том, что спасение всё-таки заключается в том, чтобы, во-первых, поскольку касается кожи человеческой, спастись от всех этих внешних бед – с помощью Бога. Другое, это совсем уже очень узкое, говорит о том, что спасение – это есть не что иное, как возвращение к Богу. Возвращение к тому состоянию, которое, по убеждению, кстати, это удивительное дело, по убеждению фактически всех народов, насколько вот дошли до нас эти предания, это состояние было райским. Был, как говорят все предания, по-разному называют, золотой век. Было какое-то состояние, когда не было крови, не было убийств, был золотой век. Вот эта мечта о возвращении к золотому веку, которую, знаете, выразил один из английских писателей Мильтон, он даже написал такую книгу «Потерянный и возвращенный рай». Ну, книга такая чепуха, подслащённая водичка розовая, ну, мечтательная такая, «Потерянный и возвращенный рай». Но дело не в этом. Религиозные воззрения в течение истории, будучи рассматриваемы, показывают, что одни религии, одни религиозные воззрения всё-таки говорили о возвращении к тому потерянному раю, то есть о возвращении к единству, к единению с Богом и жизни с Ним. Другое направление, которое довольно скоро стало поглощающим, всечеловеческим буквально, то, которое потом, когда возникла иудейская религия, после Моисея, стали называть язычеством от слова «языки», то есть народы, то есть другие народы, это спасение стали видеть в иной форме. В чём суть язычества? Это сказать, если одним словом, оземление сознания человека, то есть полное погружение исключительно в эту земную жизнь, видение всего смысла жизни в этой жизни. Небеса фактически закрыты, и если там даже есть и боги, то их функция, если можно так выразиться, заключается только в том, чтобы люди могли обращаться к ним за помощью в каких делах? Земных и только земных. Слышите? Язычество всегда думает о земном и только земном. И насколько сильно это погружение, об этом, по крайней мере, нам повествуют самые древние источники, самые древние литературные источники, если касаться Европы, это греческие. Возьмите Гомера, например, что он пишет, он изображает это в таких, знаете, драматических тонах, что диву даёшься! Какой-нибудь там Ахиллес страдает от того, что он там герой, но где? Ваиде, Ваиде, конечно, предпочёл бы быть каким-нибудь падёнщиком, но в этой жизни, нежели оказаться там. Та жизнь после смерти – это мрак и тьма! Хотя и тогда были проблески, вы знаете, были острова счастливых, но это вопрос другой уже. Язычество характеризуется тем, что всё, вся мысль человека, вся его душа, если хотите, поглощена, поглощена чем? Исключительно только заботами и интересами этой жизни! Почему христианство называют это безумием? Ну, по очень простой причине! Он сейчас всё, душу отдал, всё! Совершил преступление, а завтра умер! Или его убили! Что ж за глупость такая! Весь смысл жизни видеть в том, что неминуемо будет отнято! Вы слышите, какой умный человек? Языщик! Ты чего умный? Всё готов отдать, чтобы получить это! Кажется, схватил! И его не отняли! Помните древнегреческий миф замечательный? Сизифов труд! Когда царь Сизиф был осуждён, осуждён на что? Чтобы вкатывать камень, большой камень на гору! И вот он, бедный, трудится всю вечность, катит камень туда, держит всё! Бывает такое, что иногда уже почти до вершины докатил, и камень срывается вновь! И так без конца! Кажется, достиг вершины, и камень покатился! Помните оперу Борис Годунов? Борис Годунов поёт «Достиг я высшей власти, шестой уж год я царствую привольно, но счастья нет моей измученной душе!» Слышите, что такое язычество? Это погоня фактически за тенью, за мыльным пузырём! Ибо не решается главная проблема – проблема смерти! Так вот, язычество, мы видим, есть религиозное язычество, о котором я сказал, что сами боги там, сам бог, являются не кем иным, как только теми функционалами, выразимся, извините так, которые могут чем-то помочь! Какой-нибудь Меркурий, может быть, войне поможет, правда? И там Марс поможет войне! Афродита там в каких-нибудь делах супружества, Венера в ещё худших, да, и так далее. Каждый бог и богиня имеет своё предназначение, если хотите, но всё касается земли и только земного! Друзья мои, вот сейчас об этом я говорю! Не думайте только по той причине, чтобы сейчас просто констатировать и всё! Нет-нет! Даже это второстепенно! Я хочу сказать о другом, что, оказывается, религию можно, можно до того, я вам сказал, опошлить любую, что нас забывает о самом главном, и вся устремляется исключительно в решении земных проблем! И то, что вы уже могли видеть, и увидите непременно с ещё большей силой, что христианство не является исключением здесь, и оно деградирует! И оно всё больше и больше обращает внимание исключительно на, а дальше скажу так, так называемые земные ценности! Вы подумайте! Вы подумайте! Вы подумайте! Как можно назвать жизнь? И она что? Раз – и её нет! Вы слышите, какие земные ценности? Это удивительные! То, что тает, как туман, как лёгкое облачко – раз – и нет его! Это ценность! Высшая ценность! Кстати, над которой надругаются постоянно и все, даже в отношении этой ценности! Ещё раз повторяю! И христианство не является исключением! Прошу обратить внимание! Когда сознание человека может деградировать до такой степени, что уже взорок вверху, понимание вечности, понимание смысла жизни, именно как в вечной жизни уходит, и остаётся только спасение сегодня! То есть вот в этом, в чём мы живём! Это полная катастрофа! Но то, что это происходит, я надеюсь, вы все видите, ярко это проявляется в западном христианстве уже давным-давно, но теперь границ нет! Мы должны понять, что, следовательно, это влияние – это какое-то, знаете, безумство, лучше бы сказать так! Безумство грядёт и на православие! Ну, хоть человек, ну ладно, ты не можешь отрешиться от этого всего, но ты хотя понимаешь, что ты делаешь не то, что ты живёшь не тем! Понимай хотя это! Понимай! И осуди себя, что какой-то дурак, который всё это видел, и тем не менее! А то нет! Начинаются оправдания всякие! Нет! Да! Под флагом мы должны заботиться о том, о другом, о третьем и десятом, забываем душу! И всё! И человек так весь в суете, в этих заботах, в этих непрерывных деятельностях, совершенно оставив свою душу, оставив молитву, оставив жизнь, так и умирает! С чем? Ни с чем! Какие страдания потом, представьте себе, когда этот человек увидит! Вы все можете представить себе, когда человек говорит, «Эх, какой я дурак был! Надо же было вот это сделать! И всё, как было бы, и надо же не сделал!» Как страдает, правда? Когда надо же вот это было, я же мог! А здесь, когда вся жизнь потеряна, какие будут страдания, Боже мой! Итак, когда я говорю «язычество», то учтите, оно касается не только вот всех тех языческих, которые, как мы и говорим, религий, а это проблема, которая, прежде всего, должно беспокоить внутренний мир человека. Повторяю ещё раз вам, и христианство, наверное, в конце концов, превратится в язычество при сохранении множества христианских внешних форм. Почему так говорю? Христос сказал, когда придёт Сын Человеческий, найдёт ли веру на земле? Слышите? Поэтому все вот эти, знаете, легкомысленные люди, которые кричат «Ой, ой, ой!» Возрождение! Смотришь – Возрождение! Посмотрите на направление жизни, на всю устремлённость, на то, на что мы более всего обращаем внимание, и тогда увидим! В России было такое Возрождение! Никакого Возрождения не надо! Тысячи монастырей, храмов, духовных школ! И во мгновение ока – раз! И, как народ говорит, как коровы языком! Всё это смахнуло во мгновение ока! Возрождение христианства, церкви, веры – не в этих внешних формах! Надо же понять это! Итак, религиозное язычество видит спасение в чём? С помощью, если хотите, религиозных действий. Сюда включаются какие действия? Не думайте! Не просто молитвы! С помощью жертвоприношений! С помощью магии! Слышите? Магии! Пожалуйста! Всяких оккультных всяких средств и так далее! Достичь, наконец, благоденствия на земле! Кстати, все колдуны и колдуни чем заняты? И к ним идут! Зачем? Зачем к ним идут? Вы что, думаете, о вечном спасении кто-то, да? Или говорят, милый мой колдунь, освободи меня! Вот! Знаете ли, от сребролюбия, да? Я ещё вот такого не слышал! Вы не слыхали никогда? Колдунь, наверное, тут же метлой своей и выгонят такого просителя! А знаете, почему я это говорю-то? Вот ни за что не скажу! Я говорю... Нет, по секрету! Это я вам не говорю, это я про себя просто говорю, но слов про себя! Что очень сплошь и рядом мы обращаемся к мощам, к иконам и прочее! С чем? Освободиться от сребролюбия, да? Да вы что? Вы что? Да кто ж с этим обращается? Слышите? Поняли? Куда мы идём? Это язычество религиозное. Но если язычество не религиозное, которое мы называем материализм, там, например, атеизм, уж не говорю, там сатанизм, тут и говорить уже нечего, и нерелигиозное, то есть где идея Бога вообще отсутствует, но здесь весь смысл жизни тогда где? Здесь, естественно, только... И в чём же тогда спасение заключается? Создать максимум условий для того, чтобы мы были здоровенькие, сытенькие, развлекались по всем направлениям, занимались творчеством, каким угодно и так далее. И всем этим мы занимались, чтобы... Умереть, конечно, а что же ещё? Единицы оставляют своё имя в истории! Правда, чтоб рока, если Бога нет и души нет, чтоб рока человека от того, что его имя останется в истории! Мы, когда спим, нам очень интересно, правда? Наше имя знают или нет? Ругают нас или хвалят? Ой, как интересно, когда мы спим! Да ещё крепко, как Иоанна Пророк, помните, и спяше, и храпляше! Наверное, он мечтал о славе человеческой, не иначе! Смех один! Материализм – это удивительно глупое мировоззрение! Я, надеюсь, никого не обижу! Просто это действительно вызывает, ну, улыбку только! И больше ничего! Вся суть, весь смысл жизни, всё спасение! От чего освободиться? От войн! А как освободиться от войн? Надо вот того, который злодей, который там какой-нибудь, уничтожить его! Пойдём войной на него! И начинается всю историю войны, революции, восстания, убийства, предательства, чего только нет! И всё во имя чего? Благо на земле! Во имя спасения! То себя лично, то своего народа! А некоторые были такие, которые мечтали о завоевании всего человечества, о завоевании всех, да, и создании уж этого идеального государства! Действительно прав Цицерон, когда говорил, история – это наша лучшая учительница! Вот с какой точки зрения надо смотреть на историю-то! Посмотрите, что дали все эти попытки, все эти революции, все эти войны! Посмотрите, что они дали, какое благо пронесли человечеству! Посмотрите! Посмотрели! Что? Кроме новых бедствий – ничего! Значит, этот путь неверный? Ну, надо бы, кажется, осознать! Ой, как трудно! Нерелигиозное язычество, и, иначе говоря, материализм, он показывает всю беспочвенность своего, во-первых, мировоззрения, и, во-вторых, исходя из этого, поскольку неверный ключ уже поставлен был, он не открывает двери, а ещё крепче её заколачивает этим своим ключом! Никакого спасения! Никакого спасения! Никто и никогда ещё не получал! Вот такова, если хотите, материалистическая концепция! Ну, если так интересует, просто так я уже одной из ветвей или разновидностью можно назвать, так сказать, гуманистическое понимание спасения! Ну, гуманистическое от слова гуманум – гомо, то есть гуманистическое – человеческое понимание! Вы помните основной тезис гуманизма? Какой? Вы должны проходить, знать, тут же хором должны все кричать! Гомо гомени деусест! Человек человеку Бог есть! Это он мне Бог? Этот паршивец? Извините! Я ему должен быть Бог, а не он мне! Забыли! Что, как легко сказать такие дутые фразы, не искоренив в себе до элементарного тщеславия даже! Самомнения, гордыни, Господи! Человек человеку Бог есть! Этого негодяя я буду Богом считать! Этого вора! Эту такую-то! Да! Вообще, для того глупо, что просто ди удаёшься! Но это явление историческое и вполне гуманизм известен! Мечтали гуманисты, что пройдёт столетие-два, и мир будет жить в раю! Прошло уже сколько? С 15-го, 16-го века, 14-го, боже мой! Больше полтысячи лет! Потоки крови только увеличиваются! Из ручейков превратились в реки! Думали, что такими возвышенными фразами можно что-то сделать! Ну, то, что это, конечно, вздор, то уже не знаю, кто только в этом теперь не сомневается! Не знаю, трудно! Трудно даже сказать! Всё это красивые фразы! Форма есть одна, которую я бы назвал спиритуалистическое понимание спасения! Ну, не духовное, потому что мне как-то не хочется применить термин «это духовное», поэтому пользуюсь латинским этим словом! Это вам известно, особенно развита эта форма в Индии, в индуизме, буддизм, если хотите, ламаизм в определённой степени. Но там, видите, увидев безумство материализма, там, к сожалению, прыгнули в другую крайность! Я говорю, к сожалению, а на самом деле и почти не было возможности остановиться на какой-то серединке! Крайность какая? Это вообще полное отрицание этого мира! Полное отрицание всего, что в этом мире! Просто отрицание! Более того, религиозная философия этого направления дошла до утверждения, когда этот мир, ну, выражусь термином индуистским, это есть майя, это только призрак, это нечто кажущееся, на самом деле не существующее! Существует только вот этот бесконечный океан духовный – Брахма! Главная задача – освободиться, поэтому, от привязанности к этому мыльному пузырю, к этому миражу! Освободиться, потому что это не действительность! В этом вся задача! И возвратиться куда? В тот бесконечный океан Брахмы, который осознал себя в моём лице! Это возвращение уподобляют они, как соляной кукле, которая погружается в океан и растворяется там! То есть, вы слышите, с чем связано? С потерей вообще смысла жизни! Кажется, смысл на самом деле бессмыслица! Верно – отрицание этого материализма! Но что взамен его? Пустота! Я вот специально хотел, друзья мои, это показать с тем, чтобы могли с вами немножечко понять, я бы сказал, всю силу христианского мировоззрения! Язычно-настоящий момент, вне христианское сознание, действительно уже идейно изжило себя! Но не только идейно! Оно практически уже себя показало, что на пути попытки внешнего благоустроения мира, на пути развития научно-технического прогресса человечества совершенно парадоксальным образом стремясь, кажется, всё большему и большему благу, получая всё больше и больше возможностей, кажется, такой счастливой жизни на Земле, приходит к чему? К чему? К такому кризису, который уже готов вообще погубить жизнь на Земле, человека на Земле! Сейчас об этом уже учёные трубят по весь голос! Я вот вам неоднократно упоминал, по-моему, ну, не помню, упоминал или нет, но, как пишет наш академик, один из самых, может быть, выдающихся современных академиков, это Моисеев, что он пишет в своей очень интересной книге «Быть или не быть человеку». Так, попытаюсь прочитать... Ну, ладно, где тут свет ближе? Итак, человечество, как биологический вид, смертно. И в этом смысле конец человеческой истории однажды наступит. И не в каком-нибудь совершенно неопределённом будущем, а, может быть, уже в середине 21 века. «Глобальная катастрофа может подкрасться совершенно незаметно и разразиться совершенно неожиданно и столь стремительно, что никакие действия людей уже ничего не смогут изменить». Вот пишет современный учёный, исходя из той картины, которая открывается его взору. что сейчас происходит в мире. Прежде всего, он имеет в виду экологическую катастрофу, кстати, обусловленную в огромной степени на 99% не чем-нибудь, а научно-техническим развитием. Человек же губит всё – и землю, и воздух, и воду, и окружающую природу – чем губит? Своей собственной деятельностью во имя счастья своего! И изо всей мочи пилит сук, на котором сидит! Я думаю, что вот такие высказания, может быть, они кое-кого, может быть, отрезвят. К тому ли мы стремимся, по тому ли мы пути идём, из тех ли целей мы исходим в своей деятельности, когда стремимся к спасению? Стремимся к спасению и приближаемся к гибели. Чем? Своим стремлением! Своей деятельностью! Не правда ли? Ну, прежде скажу о чём? О том, как христианство оценивает, почему человечество идёт к этому финалу и уже неминуемому. Процесс уже необратимый, вы слышите? Научно-техническое развитие не прекратить! Это процесс необратимый! Знаете, когда говорят? Процесс идёт до определённой точки, до определённой черты. И если перейдёт, уже поздно. Вот так оценивают и сейчас, что мы уже не возвратимся, мы не откажемся от тех достижений, которые уже приобрели, от тех удобств, от того комфорта, который доставляет нам, доставил нам этот прогресс. Как христианство оценивает это? Что оно говорит? Христианство утверждает, что человечество... Не буду сейчас говорить, по какой причине, нам более-менее ясно, но очевидно, что человечество неверно избрало себе саму цель, неверно понимает саму миссию спасения, неверно понимает, что нужно для того, чтобы действительно приобрести благо, неверно понимает само это благо. Если, так сказать, суммировать это, то нужно сказать, вся причина в том, что человечество, забыв о том, что истинное благо человека в Боге и с Богом, отвернулось от Него и заявило, мы и без Тебя, Господи, справимся и достигнем счастья без Тебя. И всю историю идёт этот процесс. И вот к чему он приводит. Христианство именно в этом видит всю причину. Само научное развитие и техническое развитие, оно пошло по пути какому? Искание чего? Комфорта! Или, кажется, в нём присутствует совершенно вещи реальные и положительные, которых никто осудить не может, и христианство не осудит. Это изыскание тех средств, которые помогали бы человеку в этой его земной жизни. Слышите? Помогали в этой земной жизни для того, чтобы не отдавать всю душу на это! Помогали! И вместо там какой-нибудь сахи плух придумали, вместо лошади машины и так далее... Есть, так сказать, положительный вот этот момент, он вполне понятен и оправдан, но невозможно удержаться человеку в этом, на этой стадии точно так же, как невозможно человеку, который вот друг, перед которым открывается роскошный стол, и удержаться на том, чтобы просто... Ну, поесть и всё! Нет что! Глаза разбегаются! Надо и то, и другое, и третье! И пошло! Слышите? Так и научно-техническое развитие вдруг стало открывать одну за другой перспективу, когда можно приобрести те возможности, что человек освобождает себя вообще, если хотите, кажется, от труда! Прямо вот-вот даёт счастье в руки! Всё! Основной тезис, иногда даже вслух высказываемый, но не вслух, постоянно звучит! Постоянно! «Мы боги! Мы сами боги! Мы покорим этот мир! Мы познаем его законы! Мы будем управлять ими! Мы боги!» Христианцы именно в этом видят основное. Основное, если хотите, я говорю, мягко выражаясь, ошибку направления человеческой жизни, причём всей исторической жизни и самого научно-технического развития! Задача его должна была быть не в том, чтобы создавать всё больший комфорт! Ведь это же мы же понимаем, какая разница между комфортом и необходимостью! Одно дело – хлеб наш насущный дай нам, а другое дело – подай мне соломиных язычков и икру морского ежа, и птичье молоко, чтобы запивать можно было ещё! Я всегда именно так брошу, когда мне звонят куда-то, приглашают, что вам там, какое меню, я обычно называю эти три блюда! Вот так! Вот что, к чему мы стремимся! Оказывается, комфорт, а не насущные потребности человека! Вот по какому пути пошли! Но, вы сами понимаете, это речь идёт об очень узком вопросе, в вопросе оценки, почему научно-технический прогресс привёл нас к таким фатальным... приводит к таким фатальным результатам! На самом-то деле, ситуация, конечно, гораздо более серьёзная! Это только один моментик! На самом деле, что подразумевает христианство, когда говорит о спасении? Оно утверждает, что, оказывается, причиной всех страданий, скорбей и невзгод и всего чего угодно ужасного, что происходит с человеком и человечеством, причиной всего этого являются страсти человеческие, то есть болезни, духовные болезни человечества. Ну, скажу, человека, разницы нет. Вот в чём оно видит причину! Если язычество видит причину, причину всех невзгод, в чём? В недостаточном знании законов природы, так? В недостаточном устройстве общества, неправильном устройстве общества. Нужна, допустим, монархия, а другие кричат – нет, республика! Третий ряд демократии в какой-то другой форме. Если видит в том, что один класс эксплуатирует другой там класс и так далее, то есть во внешних причинах видит всё вот это, происходящее зло, то христианство утверждает – нет! Это следствие! Всё, что вы называете – это следствие, а не причины! Причины как раз в другом! И эти причины чётко называют совершенно. То, что Авва Дорофей назвал Славолюбие, Сребролюбие, Сластолюбие! Три С! Поймите, запомните! Не два, не два, а три! С, С, С! Я буду спрашивать на экзаменах! Три С! Да, Славолюбие! Боже мой, да люди с ума сходят от того, чтобы прославиться! Помните историю с Геростратом? В которой бездарность полная, полная бездарность! Ну, ничего не было! Но! Такая жажда славы, что невозможно просто! И он решил эту проблему! Чем увековечить своё имя? Помните, в Эфесе был великолепнейший храм Артемиды! И он сжёг его! Суд эфесский вынес постановление, все знали его! Вынес постановление предать забвению имя его! Потому что знали, что это будет самое для него страшное наказание! Увы, до сих пор мы так и говорим, слава Герострата! Что славолюбие – это жуткая страсть! Ещё бы! Самый последний трус на глазах у людей может совершить отчаянный поступок, которому позавидует любой герой действительно! Во имя чего? Всё того же! Недаром есть пословица – на людях и смерть красна! То есть прекрасно! А сребролюбие? Посмотрите! Только по радио и по телевидению и слышишь! Миллиарды, миллиарды, миллиарды! Готовы идти и в тюрьмы, и не знаю, и бегут за границей! И убивают друг друга! И всё за что? И всё за что? Всё за это! Вот слышите, какая страсть! Вы слышите, откуда рождается? А уж сластолюбие, по-моему, не нужно комментировать! Всем понятно! Уж только об одном можно сказать, как Иоанн Лествичек, помните, 14-е слово обозначил в своей Лествице о любезном, я предпочитаю всегда говорить о любезнейшем, извините, я в греческом языке не силён, поэтому перевожу так – о любезнейшем для всех и лукавом владыки чреве! Ну, великолепно! Ну, конечно! Лучше не скажешь! Христианство вот о чём говорит! Вот эти три кита! Три кита, которые порождают, развивают зло в человеческом мире! И не победив их ни о каком благоденствии человечества, о том, что прекратилось на земле зло, невозможно мечтать! Это же глупо просто! Наш гений, я другого слова не нахожу, Достоевский, как замечательно пишет, «Если общество устроить нормально, считают некие, то разом и все преступления исчезнут, так как нет для чего будет протестовать, и все в один миг станут праведными!» Прямо с издёвкой с такой пишет! И утверждает, ни о каком устроении общества, ни в каком устройстве общества не избегните зла! «Душа человеческая останется та же! Ненормальность и грех исходят из неё самой!» Это не его! Это Евангелие! Он только повторил эту мысль! Вообще, кстати, я вам скажу, это удивительно христианейший писатель Достоевский! Поразительно! У него столько просто евангельских, буквально евангельских идей! Это человек, который в художественной форме очень во многом переложил Евангелие! В художественной форме! Это удивительный вообще человек, вы знаете, как он тут правильно сказал! «Не избегните зла! Ни в каком устройстве общественном! Ни в каком!» Как эти либералы кричат «Республика! Демократия!» Как эти монархисты кричат «Монархия! Царь!» Ну что, разве не пережили мы? И монархия была! И что творилось? Допустим, с нашей бедной Россией! Республика наступила! И ещё большие ужасы даже! Дело-то в чём? На что обращено внимание при этом устройстве общества? Какое внимание уделяется душе человеческой? Не устройство общественное само себя меняет! Не оно даёт благо человеку! Даёт только исцеление души человеческой! Вот только что может действительно принести избавление человеку от зла! и, прежде всего, внутреннего даже зла! Вы посмотрите, как мучает человека злоба! Злоба просто! Посмотрите, как он страдает! А осуждение! Господи, что тут творится такое? Пыль столбом летит! А зависть! Недаром Василий Великий писал! И не зарождалось в душах человеческих боль и пагубной страсти, нежели зависть! Человек страдает от того, что другому хорошо! Вы подумайте, какое извращение! У него лучше, чем у меня! Я помню один вопрос – что же, Иуда даже спасётся? Это задаёт мне, я говорю – ой, ужас какой! Если он спасётся! Действительно! Нет, вечно ему мучиться и бесконечно! Какое зло в душе человеческой сидит у нас! Не дай Бог, если злодей спасётся! А Христос сказал кающемуся злодею – сегодня со мной будешь в раю! Страсти – вот, что губит человека! И христианство утверждает, утверждает поэтому, что спасение человека возможно только на этом пути! Требуется духовное исцеление человека! Тогда, слышите, какой закон обозначает христианство? Закон какой? Дух творит себе формы! Здоровый дух! Он создаст и здоровые формы общественной жизни, и самые правильные законы, и добрые отношения между людьми, дух милосердия и любви между людьми! Вы слышите? Откуда всё исходит? Из души! Вот откуда! И этого никак не понять невозможно! Не рассказывайте нам сказки, что будто бы добрые... Если будут все добрые, то и будут хороши! Нет, давайте будем злыми! И создадим рай на земле! Ну, вот, если хотите, это, пожалуй, главнейшая мысль христианства! Но, как я уже вам сказал, само христианство... Христианство, я говорю в данном случае под христианством, разумею, не религию саму по себе, а религию, как она осуществляется в человеческом обществе, эта религия деградирует катастрофически! Уже в протестантском мире, мы видим, появляется христианство без Христа! Вы слышите, какие замечательные вещи? Христианство без церкви! Вы слышите, что пропагандируется? Христианство без Бога! Ну, просто изумительно! Правда! Это всё равно, что сказать, человек без человека! Правда же! Вот до чего докатились! Причём, знаете, не стесняются такое буквально сумасшествие даже открыто возглашать! Скажут, ну, ты же сумасшедший, что ж ты говоришь? Да, всё можно! Но я уж не касаюсь проблемы свободы, которые извратили уже до, я бы сказал, предела! Итак, христианцы утверждают, что спасение возможно! Спасение – это есть не что иное, как исцеление души человеческой от страстей! Все другие формы спасения, которые мы видим вне его, они утопичны, по крайней мере! Или безумны, если сказать более точно! Потому что нельзя вылечить болезнь! Нельзя! Не излечив корень, из которого исходит! Помните, я всё время вам говорю, что когда аллергия, сколько вы не машете себе нос, да, где пятно появилось, ничего не поможет до тех пор, пока вам не скажут, что не ешьте, там, допустим, апельсины! И тогда всё пройдёт! Корень надо исцелить! Тогда все следствия сами собою исчезнут! Но в связи с этим, конечно, и решается вопрос, если хотите, о спасителе. Кто спаситель? В язычестве кто спасителями является? В религиозном язычестве, вы помните, это разные герои. Ну, отдельные боги, которые сходили на землю и чего-нибудь там помогали. Но в основном это герои, это учителя, это философы, это все те, кого называли великими людьми! Сами основатели религии даже! Посмотрите, чем они характеризуются! Допустим, тот же Будда, да, если хотите, даже Моисей, это уже не языческая религия, а Бог откровенная, Заратустра... Чем характеризуются? Это учителя! Слышите? Учителя! Ну, Бог избрал их! Допустим, если действительно Бог избрал, но Моисея избрал! В отношении других, так сказать, молчим! Так? Но совершенно спокойно! Как пишет один из наших отечественных исследователей, Кожевников, который, кстати, знаете, я встречался с его дочерью ещё, встречался, он оставил Россию и поехал на много лет в Индию для того, чтобы самому лично на месте изучить буддизм как следует! Как следует изучить! И он действительно изучил как следует, написал два тома, очень интересные, буддизм в сравнении с христианством в библиотеке у нас есть, и что он говорит? Буддизм ни на одну йоту не пострадает ни в чём! Если вместо Будды, например, подставить и другое какое-нибудь лицо, был бы не Будда, а другой кто-то такой! Это не имеет значения! Главное, через кого дано учение! Через него он только передаточный механизм! От него это... он в данном случае передаточный механизм! То же самое любой другой учитель! Но вместо Моисея мог быть Иисус Новин, правда же? Ну, конечно! Чем христианский Спаситель отличается? Христос! Как только вы сказали Христос, а, допустим, это не Христос, а Ян Креститель был, всё распалось! Без Христа нет христианства! Христос – это не тот, оказывается, через кого просто учение передали! Суть христианства не в учении! Самая суть – не в учении! А в чём? Что Христос сам Спаситель! Он сам Спаситель! А не то учение, которое Он дал! Учение, которое Он дал, оно сопряжено с Его жертвой! Но суть не в нём! А суть спасения – в том подвиге, который совершил сам Христос! И Его заменить ничем нельзя, Его выбросить никак нельзя! Он – Спаситель! Вы слышите? Повторяю ещё раз, язычный кто? Какой-нибудь герой, какой-то полководец, какой-то государственный деятель, какой-то учёный! Они оказались Спасителями вот в той или иной ситуации! Оказались! Но мог быть и другой человек! Просто он только сделал открытие! Всё, что вне Христа – это учителя! Слышите? Учителя! Или герои! Но и поступок мог сделать любой другой человек! Здесь же христианство утевает – никто и ничего подобного не мог этого совершить, поскольку Он – Богочеловек! Он – Сын Божий воплотившийся! И вся суть, повторяю вам, о чём мы уже говорили, в той жертве, которую Он совершил! Он – Спаситель, в отличие от всех вот этих, о которых говорит мир, как Спасители и Учителя! Вот Кожевников пишет, не личность Будды объединяла его учеников, объединяла его учения. В противоположность Христу из самого Будды не истекали реки живой воды, текущей в жизнь вечную. Ученики Гаутамы, в противоположность ученикам Христовым, могли воскликнуть – не благодатью мы спасены, а знанием. Не Божией милостью мы таковы, а сами собою, не Буддаю, а Дхаммою – Дхаммою, то есть учением – достигнем мы избавления. Правильно? В буддизме не Будды спасается, а именно тем учением, которые Он дал. А мы говорим, да хоть ты знай всё, учение – это наизусть Христово учение, но если отрицаешь Христа, если ты не приходишь с Ним в духовное единение, если ты не приобщаешься к Нему, даже не только духовно, даже телесно, вы слышите, материально, даже материально, то нет спасения. Почему даже материально я говорю? Человек духовно-телесен! Поэтому в христианстве видим уникальные таинства духовно-телесного единения со Христом. Когда мы в Евхаристии вкушаем Его плоть, Его кровь, не в натуральном, конечно, речь идёт, так, Его плоть, приобщаемся к Христу и духовно, и телесно. Вот, оказывается, в чём, если хотите, уникальность христианства. Кстати, когда мы будем говорить об истинности христианства, то ещё раз вспомним, что действительно беспрецедентное учение в истории всех религий мира! Всех религий мира! Всюду спасаются учением! Мы спасаемся Христом! Обратите внимание! Слышите? Христом, а не Его учением! Ну, что доказательства? Первым в рай кто вошёл? Он знал учение Христа? Слышите? Он что, учение знал Христа? Никакого учения! Он спасся Христом, а не учением! Вот, оказывается, с чем мы соприкасаемся в христианстве! Это поистине потрясающий факт! Факт, который не вмещается ни в одну религию! Нигде и никогда такого не было! Вот что такое христианство! Вот, оказывается, какой спаситель в христианстве! Сам Бог и какой ради греха всего мира спасает не отдельный народ, как это было даже с Моисеем, не отдельную группу людей, как это мы видим в буддизме, нет! За весь мир освобождает от какого-то греха всего мира! Об этом мы с вами поговорим! Вот, оказывается, о чём удивительное! Что-то такое удивительное, настолько громадное, настолько просто не вмещающееся в обыденное сознание! Вот то спаситель в христианстве! И самая суть! Ещё раз повторяю! Самая суть! Спасение возможно только на пути обращения к душе своей! Только здесь человек может найти источник жизни! Здесь только через душу мы можем соединиться со Христом и получить это спасение! Никакие внешние формы сами по себе не спасут человека! Не смогут дать ему освобождение от всех тех зол, которые преследуют человека! Ну, может быть, ещё один момент стоит, сравнительный момент указать! Это на то, что Христос чем ещё принципиально отличается от всех тех внехристианских спасителей? Есть, вы знаете, в атеистической критике до чего только не доходили! Ну, пользуясь полной безнаказанностью, пользуясь тем, что никто не мог ответить на атеистическую критику! Никто! Не напечатают, вы слышите? Никого! Кстати, я расскажу вам интересный сюжет! Поделюсь своим духовным опытом, поделитесь с вами! Вот сейчас поделюсь, вы будете утешены! Я принимаю в Академию делегацию, приехали деятели, деятели, и, значит, надо мной начинают! Вот вы! Вот вы! Ну, не надо мной! Вот церковь ваша молчит, ничего не может ответить! Смотрите, сколько фактов, насколько силён атеизм, насколько он научен! Да! И церковь ничего не может ответить! А я им говорю, вы знаете, вы видите меня? Они смотрят на меня! Мы видим! Я говорю, а вы знаете, что я могу запросто победить на ринге чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе? Они ха-ха-ха-ха! Посмеялись! И как же это вы? Я говорю, очень просто! Очень просто! Вы должны будете прежде его связать по рукам и по ногам, но так, чтобы он не мог шевельнуть ни одним пальцем, слышите? И тогда вы увидите, как я его отправлю в нокаут! И они... Э? Я говорю, вы что? Мы что, можем ответить, что ли, вам на что? Дайте мне журнал, которым можем ответить! Дайте! Дайте газету! Что же вы смеётесь? А это им было очень не только полезно, но даже и полезительно услышать! А то начинается ирония! Вы не можете ответить! Так вот, доходило до чего? Что сравнили Христа даже с Кришной! Господи! С Кришной! Это тот Кришна, у Которого было восемь жён, шестнадцать тысяч наложниц и сто восемьдесят тысяч сыновей! Правда, хорош? Да чего докатились? Вы посмотрите на Христа! Вы найдёте там хоть что-нибудь подобное? Что-нибудь хотя бы, намёк какой-нибудь? Вспомните хотя бы одну только историю! Когда Христос разговаривал с самарянкой у колодца, и пришли ученики... Вы обратили внимание? Они удивились, что он разговаривал с женщиной! Вы обратите внимание! Они удивились! О! Почему бы удивляться? Удивились даже! Никогда такого не было! И вдруг тут наедине разговаривает! И сравните Кришну! Ну, слушайте, это были времена, когда можно было писать всё, что угодно, и защищать кандидатские и докторские диссертации! И говорят, что ни на одном направлении столько не появилось докторов философских наук, сколько на атеизме! На так называемом научном атеизме! Ну, вот так, друзья мои, вот в чём самое, так сказать, существенное между... В отличие от понимания спасения, между христианством и другими религиями! ... ... ... ... ... ... ...